здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на понедельник 14 июня надеюсь я не ошибся с датой так как на 448 день как вы видите карантина у меня да и не только у меня уже крышка съезжает кстати сегодня днем будет прямой эфир не забудьте подключиться так как наш премьер должен объявить выпустят нас 21 числа на свободу или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам как завещал нам жванецкий поэтому не забудьте днем подключиться опять же на этот канал итак начнем со страшилок ну в принципе как обычно треть жителей великобритании умерших от индийского штамма коронавируса получили две дозы западных вакцин об этом свидетельствует данные исследования агентства общественного здравоохранения англии однако эпидемиолог агентство меган кол подчеркнула что точную причину смерти у вакцинированных пациентов еще предстоит выяснить по информации исследователей случаи заражения индийским штаммом росли экспоненциально с начала мая при этом только за последнюю неделю зафиксировано более 5000 заболевших необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации об этом говорится в статье так что прививка никакого не дала вам преимущества господа привившиеся но опять же специалисты королевского колледжа лондона заявили об изменении общих симптомов к вид 19 настоящее время мутации коронавируса привели к тому что самыми распространенными симптомами заболевания стали головная боль насморк и боль в горле по словам профессора вот этого я немножко раньше включил его фотографию по словам профессора колледжа тима спектра индийский штамм сегодня напоминает по всем признакам обычную простуду больной считает что у него какая-то сезонная простуда и ходит на вечеринки заражая других мы изучаем основные признаки инфекции сказал он и теперь они не такие как раньше тим спектр призвал людей с такими симптомами оперативно обращаться к медикам и соблюдать все необходимые меры и предосторожности представьте да заболела голова или пошли сопли это все у вас ковид причем индийский обязательно бегите к врачу делать прививку а в воскресенье министр иностранных дел доминик рааб сказал даже если эти ограничения будут сняты правила в отношении маскировки лица и социального дистанцирования могут остаться в силе поскольку заражение продолжают заражение продолжаются министр иностранных дел сказал о том что заражение продолжаются ну вероятно я так думаю что его доминика раба не пустили просто на саммит g7 то есть большой семерки все что нужно знать про маски и социальную дистанцию от глав правительства вы сейчас увидите на экране вот давайте посмотрим пока я буду читать новости посмотрите внимательно на фотографии насколько они соблюдают социальную дистанцию и носят маски так что еще важного произошло в британии как раз вот я и расскажу в это воскресенье завершился трехдневный саммит большой семерки группы крупнейших индустриально развитых демократии мира это первая встреча лидеров более чем за год перерыв был вызван пандемии которых мы все знаем именно борьба с ней стала одной из главных тем саммита лидеры семерки пообещали бесплатно выделить развивающимся странам не менее 1 миллиарда доз вакцин половину из них предоставит сша вас важнейшей темой стала также борьба с изменением климата однако о конкретных договоренностях пока не было объявлено ну и как вы видите никто из них не соблюдает социальную дистанцию и не носит маски причем на фотографиях которые вы видите там для прессы они стоят на социальной дистанции а сами тусуются ну а вот такие плакаты в это время висят по всему городу держитесь друг от друга подальше ну думаю на сегодня хватит проверить про вирус давайте о приятном королева отпраздновала свой официальный день рождения великолепным как написано и пышным зрелищем вот таким вот как вы сейчас увидите у них в официальном инстаграме в которой между прочим они собирали людей на работу посмотрите пешая гвардия домашнего дивизиона королевской конной артиллерии и королевского отряда а также конного полка на голгофе под музыку ансамбля домашнего подразделения они вот таким образом там праздновали день рождения королева как вы знаете отмечать два дня рождения каждый год ее фактически день рождения 21 апреля и официальный день рождения обычно во вторую субботу июня официальные празднования по случаю дня рождения часто проводились в летний день ну кроме самого дня рождения который в апреле потому что летом существует большая вероятность хорошей погоды для аппарата ну а погоде мы позже поговорим до парад впечатляет особенно на такой скорость как вы видели кстати про скорость тут в комментариях написали что меня можно слушать на скорости умножить на 2 и при этом весь текст отчетливо понимается так что если хотите сэкономить время то воспользуйтесь этим лайфхаком вот там вот там внизу есть такая шестереночка вы можете нажать и добавить мне скорости это будет смешно ну а заодно не забудьте подписаться на канал и поставить лайк соответственно кстати королева на выходных умудрилась не только отпраздновать свой день рождения но и повеселила публику на саммите g7 большой семерки королева решила разрезать торт на официальном приеме в графстве корнолл церемониальной саблей когда в процессе нарезки торта елизавете второй сказали что есть нож который подготовили специально для этой процедуры она уточнила я знаю что есть такой нож но так более необычно скорее всего это видео которое вы видите сейчас на экране заблокирует youtube на моем канале поэтому я оставлю ссылочку ну как обычно вот там наверху чтобы вы посмотрели этот сюжет сами вот посмотреть как она режет торт причем обратной стороной сабли которая тупая я не понимаю может быть все в королевской семье обратной стороной режут торты но вот таким образом вот таким образом она постаралась торт этот разрезать и ей в конце концов когда дали нормальный нож вот она умудрилась разрезать как вы видите торт на день рождения у нее просто прекрасный насколько это видно да вот да тортик так себе и кстати по поводу тортиков не забывайте подписаться на инстаграм кондитерской sweet be desserts при заказе назвать промокод hill news для того чтобы получить скидочку посмотрите какие тортики по сравнению с королевскими есть там ссылочка будет в описании конечно же а теперь рубрика новости новостей у меня и у bbc появился конкурент первая за 24 года новая британская новостная сеть вышла в эфир и руководитель станции эндрю нил сказал зрителям если это важно для вас это имеет значение для нас он добавил сейчас самое время делать новости по-другому gb news great britain news вероятно да как они его назвали он нацелен на тех кто чувствует себя не услышимым не услышанным да не услышанным средствами массовой информации он был запущен вчера в 20.00 вот это вот их эфир в 20.00 это была первая это это первая новая британская новостная сеть за 24 года с момента запуска bbc news в 1997 году bbc news 24 в 97 году и канала русских новостей великобритании в 2020 этот канал gb news привлек такие громкие имена как саймон маккой колин брейзер и обозреватель mail онлайн дэн вутон эндрю нил который будет представлять шоу четыре раза в неделю является лицом и председателем gb news ну а у нас вы знаете я лицо канала а вот теперь интересно опять же про британских ученых команда британских ученых разработала датчик к вид который может определить заражен ли кто-то в комнате коронавирусом всего за 15 минут это такой датчик который ставится на потолок ну предположим как датчик на дым или датчик на газ как которые есть у вас все у всех дома скорее всего устройство созданная фирмой робо сайентифик из кембриджера используют датчики которые могут обнаружить отчетливый запах который возникает в результате химических изменений кожи или дыхания людей инфицированных к видом мы закончили исследование показав четкое разделение запахов людей инфицированных вирусом и людей не инфицированных вирусом к вид определенно имеет очень отчетливый запах говорят ученые это настоящее научное открытие она очень очень интересное для разработки методов скрининга этого заболевания стэн кертис генеральный директор робосайентифик лимитед сказал наша платформа для обнаружения заболеваний может обеспечить быстрый точный скрининг болезней и для того чтобы мы всегда были готовы если наступит следующая пандемия обратите внимание будут проведены дальнейшие испытания и компания также разрабатывает портативное устройство вот теперь понимаете да к чему все идет и вообще вот эта ситуация с портативным устройством вам ничего случайно не напоминает посмотри на меня визатор родной какая . отвечает зеленая теперь на него посмотри тоже зеленая и у тебя зеленая а теперь на уэфа посмотри какая . это потому что он чатланин ну а теперь новости спорта виктор вероятно не успел вернуться из лондона он вчера был в лондоне мы с ним встречались наконец-то ну и мне придется немножко его заменить новости спорта уэфа проводит расследование в связи с падением болельщика сборной англии сразу после начала матча и упал и упал не просто упал обидно конечно досадно он сильно пострадал и что написано официально в заявлении мы можем подтвердить что зритель упал с трибун сразу после начала матча между англией и хорватией на стадионе в эмбли об этом говорится в заявлении пресс-службы зрителю была оказана помощь на месте после чего он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии мы продолжаем работать с уэфа чтобы обеспечить полное расследование этого вопроса и продолжаем следить за ситуацией в соответствии с планом действий правительства по закрытию стадиона на стадионе находилось двадцать две с половиной тысячи болельщиков англия впервые в истории кстати выиграла свой первый матч на чемпионате европы после того как рахим стерлинг забил во втором тайме гол вот такие были коротенькие новости спорта ну и теперь новости погоды с игорем павловым не переключайтесь будет еще информация приветствую вас на канале русских новостей англии я ведущий прогноза погоды игорь павлов надеюсь все воплотили свои фантазии на выходных и выспались в разных позах понедельник последнее время наступает слишком часто и внезапно и как назло еще и без дождя средняя температура по всей стране включая северную ирландию и шотландию 21 градус не исключено что местами ваш градусник будет показывать больше где-то местами меньше лондон плюс 26 градусов экстр плюс 22 градуса белфас плюс 15 градусов абердин плюс 16 градусов саут хэмптон плюс 24 градуса в лондоне в это время года на улице становится настолько жарко что синоптики рекомендуют брать с собой веники чтобы использовать метро в оздоровительных целях дочь к нашему великому удивлению собирается идти его конечно никто не звал да и он обычно разрешение не спрашивает но все же на северную ирландию и западную часть шотландии надвигается циклон всем хорошие начала недели берегите себя проводите больше времени на свежем воздухе и помните ваше настроение делает погоду по поводу вчерашнего выпуска погоды не удивляйтесь действительно такая работа она достаточно сложная и очень трудно вот так сходу взять и соответственно рассказать даже о погоде за одну минуту в течение в течение минуты без ошибок вот так можно сказать так а я напоминаю что сегодня днем я выйду в прямой эфир одновременно с борисом джонсоном для того чтобы рассказать вам о дальнейших планах правительства по карантину в стране только на русском языке в отличие от бориски извините что я вот так ну по крайней мере я его стогом сена не назвал для того чтобы не пропустить этот эфир подпишитесь на канал соответственно нажмите на колокольчик вот как здесь нарисован тогда вам должно прийти оповещение о начале эфира по крайней мере так обещает youtube ну всего доброго до встречи и хорошего вам дня в любом случае